итак здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас четверг 17 января и давайте с вами посмотрим на график пары евро доллар на график фунт доллара и поговорим о дальнейших перспективах движений видим что вчера европейская валюта продолжила торговаться в боковом канале данные которые у вышли по инфляции в германии указали на очень слабый медленный рост в конце прошлого года всего лишь 0,1 процента что является очень тревожным знаком для прежде всего европейского центрального банка который планирует повышать процентные ставки уже в этом году не видим что реакция европейской валюты была весьма сдержанной попытались мы пробиться ниже диапазона 1375 уже во второй половине дня и сегодня подобрались вплотную к этому уровню и на мой взгляд все таки будет его тест возможно вполне формирование ложного пробоя но пока все говорит о сохранении нисходящей тенденции видимо образовался у нас такой вот своеобразный треугольник поэтому прорыв диапазон 1375 может привести к дальнейшей распродаже евро открывается у нас перспектива на 1343 и 1312 здесь уже рекомендую фиксировать прибыль и смотреть длинные позиции на оскок помочь европейской валюте сегодня могут данные по индексу потребительских цен в еврозоне если отчет окажется лучше прогнозов экономистов вполне вероятно покупатели могут вернуться в рынок но в целом если инфляция будет по-прежнему сдержанной вполне вероятно сохранение давления на евро хороший отчет по рынку труда в сша и производственному индексу фрс филадельфии может оказать поддержку американскому доллару что придет дальнейшему снижению евро как и отмечал на 13 43 13 12 в случае если мы формируем ложный пробой то можно посмотреть покупки на основной задачей будет это сопротивление 14 11 закрепление выше может без проблем дернуть евро дальше наверх на 1450 здесь уже рекомендую сегодня открывать короткие позиции сразу наскок что касается британского фунта то видим мы остаемся ниже диапазона 28 80 28 90 несколько попыток было вчера предпринято но все ждали очередного голосования по вот ему недоверия премьер-министру великобритании терезе мэй опять же она выиграла голосование сохранила свой пост но не исключены что дальше лимарийская партия будет предпринимать попытки все-таки ее сместить поэтому перспективы фунта сохраняются на мой взгляд позитивными если мы и будет а к понедельнику мы нужно предоставить на дальнейшие шаги по сделке с брекси то чего именно она будет требовать от европейского союза каких изменений в соглашении поэтому будем я думаю до понедельника сохраняться спрос на евро и и прорыв выше все-таки 28 90 может привести к увеличению длинных позиций и открывается у нас уровень 29 64 30 16 30 64 здесь уже рекомендую фиксировать прибыль по британскому фунту в случае если мы опять формируем ложный пробой вполне вероятно коррекция на 28 12 27 43 это два уровня где можно посмотреть покупки фунта в расчете на формирование нижней границы нового восходящего канала и на продолжение его роста